Гости на красной машине. Дела начались. Критические дни. Гости на красной машине. Месячные. Так, давайте поговорим о менструации. Почему мы используем столько синонимов для того, что происходит каждый месяц? Почему-то эта тема всё ещё табу, и мы не любим упоминать это слово безо всякой причины. Итак, начнём с самого начала. Что такое менструация? Менструация – это часть цикла женского организма, который длится в среднем 28 дней. Но также нормально, если он продолжается от 21 до 35 дней. Цикл начинается с первого дня месячных. Во время менструального цикла яйцеклетка созревает внутри своего рода оболочки, называемой фолликулом, в одном из двух яичников. Затем она попадает в маточную трубу и начинает свой путь в направлении матки. Если на пути встречаются сперматозоиды, яйцеклетка может быть оплодотворена. В то же время матка готовится к возможной беременности. Слизистая оболочка утолщается, потенциально готовясь принять оплодотворённую яйцеклетку. Если яйцеклетка не вступает в контакт со сперматозоидами, то слизистый секрет желёз шейки матки становится не нужен. И организм естественным образом удаляет его вместе с яйцеклеткой. Это и есть ежемесячное кровотечение. По объёму, наверное, меньше, чем вы думаете. В среднем всего 50-60 миллилитров. Возможно, вам интересно, почему менструальная кровь не совсем похожа на кровь из раны, когда, например, вы порезали палец. Причина в том, что менструальная кровь также содержит некоторое количество жидкости из влагалища и особые ткани, которые появляются в матке, когда организм готовится к возможной беременности. Но если вы не беременны, то организм решает от этого избавиться. Это всё равно, что снимать зимнюю одежду, когда приходит лето, или выключать свет, когда на улице становится светло, или открыть занавес перед началом нового шоу. Ну, вы понимаете, о чём я. Менструация не является чем-то грязным или токсичным. Это просто смесь крови, клеток и слизистой жидкости, в которых наш организм больше не нуждается. И это совершенно естественный процесс. Этого не надо стыдиться. Это не должно вызывать отвращение. Если вы плохо себя чувствуете во время менструации, ничего страшного, отдохните. Но если вы себя чувствуете хорошо, нет причин, по которым менструация мешает вам что-либо делать. Имеется в виду, что вы можете нормально учиться, ходить по магазинам, заниматься спортом, работать и даже заниматься сексом. Конечно, заниматься сексом во время менструации можно. Некоторым женщинам в эти дни секс доставляет даже больше удовольствия. Но вы всё равно можете забеременеть. Также месячные не защищают от инфекций. Есть ещё одна важная вещь о менструации. Она может быть довольно болезненной. Боль во время менструации и перед наступлением месячных действительно существует. Вам это не кажется. И это совершенно нормально. Матка сокращается. Я имею в виду, что она пытается вытолкнуть то, что ей больше не нужно. Так что в этом нет ничего стыдного. Конечно, в вашем теле происходит гораздо больше процессов. Одни только гормоны чего стоят. Эти четыре вида гормонов наиболее сильно влияют на менструальный цикл. Эстроген, провистерон, лютинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон. Непосредственно перед эвуляцией, когда яйцеклетка выходит из яичника, чтобы отправиться в путь к матке, количество эстрогена в вашем теле достигает пика. Эстроген заставляет ткань матки расти. Не совсем понятно, как эстроген влияет на нашу психику, но нам кажется, что мы полны энергии. После выхода яйцеклетки повышается уровень прогестерона. Он позволяет матке подготовиться к возможной имплантации эмбриона. Он противодействует быстрому росту тканей, сдерживая процесс и предотвращая нежелательный рост и рак. Лютинизирующий гормон приводит к эвуляции. Яйцеклетка должна покинуть яичник. И последний, но не менее важный, фолликулостимулирующий гормон. Он замыкает цикл или запускает его, как посмотреть, потому что он заставляет новую яйцеклетку созревать в яичниках. И это он заставляет организм выработать какое-то количество эстрогена, который затем позволяет тканям матки расти. Конечно, все эти гормоны могут сильно повлиять на нашу психику. Вы также можете испытывать сильные эмоциональные перепады. Одни женщины становятся чуть тревожнее, другие – более грустными. Это может быть частью предминструального синдрома. Причины ПМС не совсем ясны, но гормоны определенно играют роль. Физическими симптомами могут быть болезненные ощущения в груди или высыпание прыщей и усталость, а психологическими – беспокойство и перепады настроения. Но не позволяйте никому говорить вам, что вы ведете себя так только из-за менструации. Да, это происходит из-за изменения гормонов. Но не игнорируйте их, это нормально. Только проявляется все немного сильнее обычного. И в следующий раз, когда у вас будут месячные, вместо того, чтобы возмущаться, примите это как есть и скажите себе «это мое тело, и оно делает свое дело». Все в порядке. Кстати, между прочим, менструация может стать причиной повышенного газообразования. И если у вас ускорилось пищеварение, это тоже нормально. Со многими женщинами так бывает. Это потому, что гормоны влияют на наш организм и могут попасть в находящийся рядом кишечник. Но это все естественно. Так что если вас мучают газы во время менструации, вы не одиноки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!